Игорь Челенко, политолог, председатель Центра анализа и стратегии у нас в эфире. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Все мировые СМИ выходят с редакционными колонками, дающими последние решения Джозефа Байдена. Пока они не проговорены официальными представителями Белого дома, но очевидно, что такое медиасопровождение слухом не свойственно. Давайте поговорим об этом, поговорим о том, чего нам ждать и про дальнобойное оружие в первую очередь. Вполне очевидно, что во время турбуленции, конечно же, сейчас, если говорить непосредственно об администрации Байдена и решении о дальнобойном вооружении, вполне очевидно, что приниматься оно будет не сразу. То есть мы видим сейчас решение по Курской области, но, как видим, вроде бы, что касается Штормшэдоу и Скальпы, пока еще решения нет. И тут ключевое слово «пока». Это как раз показывает, что чем более Российская Федерация будет идти сейчас на эскалацию для того, чтобы усилить свои позиции в будущем переговорном процессе, то, что Трамп же хочет на инаугурацию посадить и Украину, и российского агрессора, то, понятное дело, российский агрессор получит дальнейшие жесткие шаги в ответ. Конечно же, хотелось бы для Украины, чтобы эти шаги были и больше масштабом, и быстрее, но пока есть то, что есть. И очевидно, что сейчас и прошлая встреча в рамках сайта Российско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, и сейчас на саммите G20 Украина, и тема нашей войны непосредственно и отпора Российской Федерации занимает серьезное положение. И в данном случае мы понимаем, что эти площадки используются для интенсификации дипломатических контактов, для понимания, что можно сейчас противопоставить российскому агрессору, а что можно сделать, чтобы его вовлечь в реальный переговорный процесс. Понятное дело, что ряд заявлений публичных сейчас — это как тестирование. Тестирование не только общественного мнения, но и мнение политиков, мнение разных сторон в этой войне, на что готовы пойти, а где есть реальные красные черты. Не те, которые Запад себе рисует, и которые постоянно Киев фактически своими предложениями убирает, но мы говорим о реальных красных чертах, как, например, независимость и суверенитет нашего государства, территориальная целостность и все то, что было изложено в «Формуле мира», представленной президентом Зеленским еще два года назад на саммите G20. Давайте о Трампе в контексте будущего президентства, об этих решениях судьбоносных Байдена поговорим. Новоизбранный президент США в ходе своей кампании не раз говорил о том, что будет стремиться завершить войну в Украине в максимально короткий срок, как вы и говорили. В его окружении намекают на то, что Украину будут склонять к мирным переговорам с Россией даже на невыгодных условиях. Уже после избрания Трампа СМИ писали, что разработанный в его штабе план предусматривает, по сути, заморозку войны. В то же время сам Дональд Трамп не раскрывал подробности того, как он намерен достичь мира. В ходе кампании он говорил как о намерении налаживать отношения с Российской Федерацией, так и о том, что администрация Джо Байдена проводила по отношению к ней слишком мягкую политику. В этой связи, Игорь, давайте два аспекта затронем. Первый. Насколько неотвратимы те решения, которые сейчас принимает администрация уходящего 46-го президента США? Сможет ли их Байден, попросту говоря, отменить? И второе. Не является ли это укреплением наших переговорных позиций даже в контексте плана Трампа? То есть сейчас, имея право бить по территории Российской Федерации дальнобойным оружием, Украине выгоднее теоретически начинать этот разговор с Россией? Во-первых, конечно же, очевидно, что Трамп может дать заднюю тем решениям Байдена, которые принимаются сейчас. Мы, кстати, помним, как после первого президентства, даже не после, а в начале первого президентства Трампа, как тот активно отменял те или иные решения Обамы. Но, тем не менее, нужно понимать, что ряд решений в плане развернуть ситуацию реки вспыхать может быть просто невыгодно Трампу. Например, если он окажется в ситуации, когда условно может повторить второй Афганистан. Одно из самых позорных ситуаций для Соединенных Штатов в последних лет с точки зрения геополитики. И поэтому, я думаю, что Трамп все-таки будет оценивать довольно логично те шаги, которые производятся сейчас в нынешнее время. И это, кстати, может стать одним из инструментариев, рычагов в будущем переговорном процессе уже при Трампе. Поэтому не факт, что все отменится, но, тем не менее, сейчас создается определенный фундамент, который позволит Трампу говорить про мир с действительно позицией силы. То, что касается переговоров с российским агрессором, переговоры возможны с тем, кто хочет слушать и хочет слышать. В данном случае, исходя из реакции официальных российских представителей, взять того же Пескова на мирные предложения Эрдогана, это как раз показывает, что Российская Федерация сейчас крайне не заинтересована в реальных мирных переговорах. А начало переговорного трека она хочет использовать ради своих тактических целей. Поэтому ситуация гораздо тяжелее, нежели кажется на первый взгляд. Но очевидно, что у Трампа есть желание размотать этот клубок. Украине выгодно завершение войны, но Украине выгодно достичь мира, не приняв капитуляции. А Российская Федерация пока не отходит от позиции капитуляции Украины. И в этом вся загвоздка. Да, как мы всегда добавляем, справедливый мир. Мир не может быть несправедливым, иначе это называется другими словами. Президент США Байден на встрече с Трампом, встреча традиционная при передаче полномочий, говорил о важности сохранения поддержки Украины в ее противостоянии агрессии РФ. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Байден заверил Трампа, сохранение поддержки Украины, также усиление европейских союзников отвечает интересам национальной безопасности США. Президент Байден подтвердил свое мнение о том, что поддержка Соединенными Штатами Украины на постоянной основе отвечает нашим интересам национальной безопасности. Ведь сильная Европа, стабильная Европа, противостоящая агрессорам и диктаторам и отражающая их агрессию, жизненно важна для того, чтобы мы не оказались втянутыми непосредственно в войну. Что, очевидно, случилось дважды в 20 веке на европейском континенте. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности. Игорь, чтобы эту часть нашего разговора подытожить, я хотел задать вам вопрос, такие досужие разговоры ведутся. Почему так поздно Байден принял это решение, практически на излете своего президентства? Вполне очевидно, что Байдену уже не нужно опасаться результата выборов, тем, что он каким-то образом может навредить кандидату от демократов Харрис. Мы результаты выборов практически уже знаем. Ну, понятно, официально там еще будет голосование выборщиков и так далее, но тем не менее. И в данной ситуации Байден гораздо легче себя может чувствовать, поэтому и быстрее принимать решения. Например, что касается логистики из выделенного финансирования по программах PDA, USAI, а также переоценки той помощи, которую мы получили, она оказалась дешевле. То есть, на самом деле, это позволяет действительно Байдену действовать проактивнее. Но будет ли он так действовать в дальнейшем, а потенциал еще очень и очень большой, покажет, конечно же, следующие полтора месяца. Все-таки статус утки, которая хромает, все-таки он влияет немного на политическую стойкость президента после избрания уже нового. Но, тем не менее, в данном случае, видим, Байден все-таки принимает те решения, которые помогут Украине. Это не только по дальнобойному вооружению, это и вопрос обслуживания американскими подрядчиками американской военной техники, это и ускорение поставок. И я уверен, что еще будут ряд решений в таком же духе. Союзники по НАТО должны продолжать оказывать Украине военную помощь, чтобы страна могла вести переговоры с позицией силы. Об этом генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил в Латвии. По его словам, путь Украины к членству в НАТО необратим. Только правительство Украины может решать, начинать ли переговоры с Россией и как завершить эту войну. Но они должны делать это с позицией силы. Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть на позиции силы, когда они примут такое решение. Мы строим мост с выделением 40 миллиардов евро, с созданием командования в Висбадене, со всеми соглашениями по безопасности, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО. Игорь, вот в контексте НАТО давайте поговорим и об этих решениях. И может ли Альянс стать такой стабильной силой помощи, поддержки Украины, если вдруг в Вашингтоне будут сомневаться? Ведь вчера также были сообщения, в эти дни были сообщения о том, что и Великобритания, и Франция, важнейшие страны Альянса, тоже дают свое согласие на использование дальнобойного оружия. Очевидно, это только начало какого-то нового этапа поддержки. Вполне очевидно, что НАТО принимает усилия для того, чтобы действительно поддержка Украине была гораздо качественнее, чем это было доселе именно со стороны блока. На это будет направлена миссия в Германии, которой говорит господин Рюте, который посещал соответствующую базу. На самом деле, посмотрим, конечно же, эффективность этого шага, но то, что взят курс на координацию военной помощи под предводительством НАТО, как Альянса, как отдельного блока, это очевидно. Это как раз показывает, что несмотря на уменьшение роли штатов в этом процессе, НАТО все-таки расценивает Украину как будущего своего члена, и в такой ситуации планируется обеспечить должную поддержку. Правда, сейчас мы, конечно же, не можем говорить о масштабах этой поддержки. Есть разные оценки, что компенсировать поддержку США в случае выхода Вашингтона из процесса будет крайне проблематично, практически невозможно. Но никто не говорит, что это единственный возможный путь сейчас новой администрации Трампа. Вполне возможен сценарий, когда, увидев обман со стороны Российской Федерации, Трамп, наоборот, может усилить эту поддержку. Поэтому мы фактически стоим на раздорожье. И в данной ситуации, я думаю, что НАТО будет играть серьезную роль, поскольку они понимают, если Российская Федерация возымеет успех непосредственно в Украине, следующей будут непосредственно страны Альянса. И НАТО, исходя из пятой статьи Вашингтонского договора, придется включаться абсолютно другими средствами. Спасибо, Игорь, за это интервью. Будем следить за последними решениями администрации Байдена, за первыми решениями администрации Трампа. Обязательно с Вами свяжемся. Игорь Челенко, политолог, председатель Центра анализа и стратегии, был гостем эфира. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.